Здравствуйте, уважаемые слушатели! Что это за группа пациентов? Это больные с многократной цитотоксической химиотерапией, с применением глюкокортикостероидов, которые пребывают в длительном агронулоцитозе. И у таких пациентов осложнениями лечения в целом выделяют две группы. Это инфекционные и неинфекционные осложнения. И, конечно, первая группа является наиболее актуальной, потому как она и встречается чаще, и является основной причиной летального исхода у таких пациентов. И среди инфекционных поражений, конечно, пневмонии, то есть инфекционные поражения легких, занимают лидирующее положение. И поэтому врач-клиницист при развитии у пациента нетрепенической лихорадки, первое, что он попросит вас сделать, это КТ органов грудной клетки и попросит вас найти возможный очаг инфекции. Здесь мы, конечно, должны помнить, что это абсолютно уникальная группа пациентов. Они находятся в глубокой длительной нитропении, в связи с чем инфекции развиваются быстро, клиническая картина стертая, потому что нет нормального иммунного ответа. И здесь, если мы говорим про пневмонии, то для них характерны нетипичные и резистентные возбудители. И еще одной клинической особенностью является развитие панцитопении, в частности тромбоцитопении, которая затрудняет в некоторых случаях и является абсолютным противопоказанием к проведению бронхоскопии, получения бронхоальвеолярного лаважа, который можно в дальнейшем уже как-то исследовать. А вот компьютерная томография панцитопения не препятствует, поэтому активно назначают КТ органов грудной клетки для того, чтобы найти очаг инфекции. И перед рентгенологом здесь стоит принципиальная задача дифференцировать инфекционные осложнения от неинфекционных. И, конечно, каждый рентгенолог, он мечтает побыть микробиологом, и в такие моменты ему очень хочется определить этиологический фактор, который привел к развитию пневмонии, будь то бактерии, вирусы или грибы. Но мы все с вами, конечно, понимаем, что это невозможно, потому что вот целый ряд рентгенологических признаков, которые могут сочетать в себе разные пневмонии на разных стадиях развития. Но мы не теряем свой энтузиазм, и как когда-то известный сериалист из маленьких частей воссоздал целый портрет, мы также попытаемся из разных рентгенологических признаков как-то составить картину определенной пневмонии. И начнем мы с бактериальной пневмонии. Самая частая причина – это бактерия, как правило, громотрицательная бактерия. И я продемонстрирую это на примере нескольких клинических случаев. Пациент с множественными ломы в анамнезе, также известно, что получил курс высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. И через несколько дней у пациента повышается температура, ему назначают КТ. Вот обратите внимание, чистая рентгенограмма. Рентгенограмма до начала лечения. Нижние отделы легких попали в срез, и видим, что легкие чистые, да, есть какие-то там участки пневмофиброза в нижних отделах, но ничего примечательного. Нитропиническая лихорадка, пациенту на следующий день выполняют КТ, и в нижних отделах определяются какие-то участки, которые похожи на дисковидные атолектазы, которые были интерпретированы как участки гиповентиляции, в общем-то, не было заподозрено пневмония. Еще через два дня пациенту выполняют КТ, и на месте этих участков видим массивную зону консолидации с симптомом воздушной бронхографии, то есть наличие просветов бронхов на фоне этой консолидации. Еще через несколько дней выполняется новое исследование, и мы видим увеличение прогрессирования пневмонии. Да, такая картина, она очень характерна для синегнойной палочки. Другой пациент с рецидивом лифомы Ходжкина, также в анамнезе курс высокодозной химиотерапии с последующей реинфузией аутоклеток. Также есть КТ до начала лечения, чистые легкие, ничего не вызывает каких-то сомнений. На следующий день после подъема температуры, после трансплантации костных клеток, отмечается появление мелких центролобулярных сгруппированных очагов в нижних долях. И на следующий день, точнее, прошу прощения, через два дня, выполняется повторное КТ, и видим, что эти очаги значительно увеличились, они сливающиеся, центролобулярные очаги. Да, такая картина, то есть распределение в нижних долях, центролобулярные очаги, они характерны для также бактериальной пневмонии, для цинетобактера. Ну и резюмируя, хочется сказать, что при бактериальной пневмонии чаще всего встречаются центролобулярные очаги, изменения в основном, ну, во всяком случае, начинаются, да, с нижних отделов легких, и также очень характерный симптом, по данным литературы, это консолидация симптомов воздушной бронхографии. Вирусная пневмония. Здесь также продемонстрирую два клинических случая. Пациент с двумя курсами высокодозной химиотерапии и трансплантацией гемоплоитических сплавовых клеток. И после повторной трансплантации у пациента повышается температура, и мы видим, вот она, нормальная компьютерная томограмма, нормальные легкие, и после повышения температуры выполняют коты, и мы видим, что появились сливающиеся зоны по типу матового стекла. И вот очень характерный симптом в левом легком зона матового стекла, на фоне которой визуализируются утолщенные междольковые и внутридольковые перегородки, так называемый симптом булыжно-мостовой. Очень характерный признак для вирусной пневмонии. Еще один пациент с Нихорскинской лимфомой получил 6 курсов химиотерапии, манифестировал лихорадкой. Выполняют КТ, видят многочисленные центролобулярные очаги в нижних долях, и здесь вы можете несправедливо сказать, что мы уже сегодня такое видели при бактериальной пневмонии. Ну, в общем-то, мы тоже здесь метались в сомнениях, а через два дня выполняют компьютерную томографию. И мы видим здесь, что эти очаги, они увеличились, они сливаются, они формируют участки по типу матового стекла, и уже знакомые нам утолщенные междольковые и внутридольковые перегородки с формированием симптома булыжно-мостовой. Очень характерная картина для вируса гриппа H1N1. Итак, подытожим. Для вирусных пневмоний, которые характеризуются эксцедативным бронхиолитом, и формированием рентгенологического симптома центролобулярных очагов и альвеолитов, с формированием рентгенологического, то есть это заполнение вторичных легочных долек, и формирование рентгенологического признака матового стекла. И ввиду того, что происходят различные воскулиты, стенка сосудов становится более утолщенной, и мы видим рентгенологически это как утолщение внутридолькового и междолькового интерстиции. Еще есть одна такая подсказка. При вирусных пневмониях нередко они сопровождаются двусторонним гидротораксом и гидроперикардом. Поэтому если есть центролобулярные очаги и гидроторакс, то можно, в принципе, склонить свое мнение к вирусной пневмонии. У онкогематологических больных легочные микозы встречаются крайне часто. И на первом месте стоит микоз, вызванный грибами рода аспергиллоз. Хорошо известны рентгенологические симптомы инвазивного аспергиллоза. Это классическая картина. Это солидный очаг, окруженный зоной уплотнения по типу матового стекла. Это зона уплотнения. Это так называемый симптом ГАЛО. И эта зона уплотнения матовая, она обусловлена кровоизлиянием вокруг очага. Картина может быть вариабельна. При прогрессировании процесса формируются воздушные полости. Вот мы видим вот эту зону уплотнения вокруг воспалительных очагов. Возможно, это как раз-таки та самая зона кровоизлияния. Очаги могут быть вариабельны по размерам и расположены хаотично в легких. Ну, конечно, не все так просто. Бывают и не очень-то специфическая картина. Как, например, в данном случае небольшой солидный очаг, который затем прогрессировал в массивную зону консолидации. У данного пациента с лифомой у него подтвержденный инвазивный аспергиллоз легких посредством анализа на галактоманан. Другим возбудителем являются грибы класса зигомицеты с формированием мукромикоза. Это еще один легочный мукоз. Очень опасное заболевание. И вот у данного пациента с панцитопенией после лечения лимфомы в довольно короткие сроки развивается вот такое вот инфильтративное образование с очень характерным рентгенологическим симптомом, симптомы обратного гало. То есть если симптом гало – это плотный центр и что-то неплотное по периферии, то симптом обратного гало – это плотная периферия и менее плотный центр. С течением мукромикоза в нем формируются полости. В общем-то, видим еще сопоставление с макропрепаратом. Подводя итоги, инвазивный аспергиллоз – такие классические признаки. Симптом гало – с восстановлением клеточного состава может развиваться симптом полумесяца. Для мукромикоза – это симптом обратного гало и формирование полости распада. Ну и, конечно, не могу обойти стороной пневмоцистную пневмонию. Здесь, надо сказать, что встречается она не так часто у онкогематологических пациентов, однако фактором риска является наличие трансплантации костного мозга в анамнезе. И, как правило, пневмоцистная пневмония сопутствует РТПХ легких. И вот в данном клиническом случае видим такое очень характерное распределение очагов и инфильтратов по типу матового стекла в центральных прикорневых отделах легких, при котором периферические отделы легких остаются интактными. Вот такая очень классическая картина пневмоцистной пневмонии. Трудно ее спутать с чем-то. Это была группа инфекционных осложнений, но мы помним, что бывают и неинфекционные осложнения, которые делятся на ранние и поздние. И ранние они обусловлены повреждением эндотелием сосуда, мелких сосудов, и, как следствие, развитием синдрома повышенной капиллярной проницаемости, отека легких диффузных альвеолярных кровоизлияниях, вплоть до развития респираторного дистрессиндрома. Также это веноокклюзионная болезнь легких, довольно редкая патология, которая обусловлена нарушением мелких вен легких и развитием прогрессирующей легочной гипертензии. Ну, встречается нечасто. А к поздним неинфекционным осложнениям относится облитерирующий бронхиолит, к нему может присоединиться криптогена, организующаяся пневмония, и вторичный альвеолярный протеиноз. Ну, остановимся на некоторых примерах, таких тоже довольно часто встречающихся. Облитерирующий бронхиолит. Что это за состояние? Состояние хронической реакции трансплата против хозяина. И характеризуется она тем, что респираторные мелкие бронхи, они замещаются, точнее, внутренний слой замещается грануляционной тканью. И происходят такие рестриктивные изменения. И на компьютерных томограммах мы видим, да, вот это изображение до трансплантации костного мозга. А это уже позднее осложнение, видим такую мозаичную пневматизацию легких, то есть нормальные участки пневматизированной ткани, темненькие, да, и более светлые участки нарушения пневматизации ткани. Картина очень характерна для облитерирующего бронхиолита. Здесь еще могут быть уплотнения стенки бронхов, здесь еще могут быть расширения просветов бронхов, да, но встречается реже. Вот чаще всего это такая мозаичная пневматизация. К облитерирующему бронхиолиту может присоединиться, может и изолированно возникать организующаяся пневмония. Здесь тоже ни для кого не будет секретом такой самый классический признак обратного голо. Опять, да, зона уплотнения в центре, зона более повышенной пневматизации. Да, очень характерный рентгенологический признак организующейся пневмонии с высокой чувствительностью и может быть вариабельным в течение короткого периода времени. В общем, трудно здесь с чем-то спутать. Осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта – это прежде всего мукозиты, которые обусловлены цитотоксическим действием на слизь от оболочки желудочно-кишечного тракта, но также разнообразные формы энтероколита, колиты, РТПХ-кишки, конечно, не забываем, и поражение печени, как инфекционной, так и неинфекционной природы. Начнем мы с нитропетнического энтероколита у пациентки с острым лимфобластным лейкозом, у которой мы на компьютерных томограммах видим утолщение стенки слепой кишки, то есть тифлит. Ну, это абсолютно характерная картина. При этом, обратите внимание, что соседствующие петли тонкой кишки, например, вот она, нисходящая кишка, тут ректосигмоидный отдел, стенка не изменена. То есть поражение, изолированное поражение слепой кишки – это очень характерная картина для нитропетнического энтероколита, который обусловлен мукозитом и распространением бактерий в стенку кишки через нарушенный барьер слизистый и формированием воспаления без нормального иммунного ответа. И здесь поражение, как уже было сказано, да, это в основном слепая кишка, но дальше, конечно, могут распространяться вот такая вот рентгенологическая картина, но она редко уходит дальше восходящей ободочной кишки. То есть это, то есть тифлит и восходящая ободочная кишка и реже еще в облечении терминального отдела подвздошной кишки. Да, здесь могут быть вспомогательные признаки – асцит, расширение просвета кишки, уплотнение клетчатки, но это такие неспецифические признаки, они, в общем-то, при всех энтероколитах будут встречаться. Ну вот, мы ориентируемся здесь на локализацию. Псевдомембранозный колит у пациентки с острым лимфобластным лейкозом на фоне терапии тоже очень характерная рентгенологическая картинка. Это выраженное утолщение стенки толстой кишки. Причем, в отличие от нейтропенического энтероколита там элецикальная зона, здесь, как правило, это панколит. То есть вся толстая кишка вовлечена, тонкая кишка вовлечена редко. Повторюсь, это выраженное утолщение стенки с формированием таких рентгенологических симптомов, как симптом аккордеона, да, то есть когда контрастный препарат задерживается между утолщенной слизистой или симптомом мишени, то есть это вот утолщенный подслизистый слой пониженной плотности, да, вот темненьким видим, который заключен как бы между яркой слизистой и ярким мышечным слоем. Может быть, а может и не быть, расширение просвета кишки, да, вот такая характерная картина. Неинфекционное поражение, поражение при РТПХ, здесь наблюдается не столько утолщение стенки, сколько изменение ее плотности, потому как происходит замена нормальной слизистой оболочки на грануляционную ткань и повышается плотность рентгенологическая. И здесь преобладает расширение просвета, нарушение стенки может сопровождаться многочисленными язвами и кровоизлияниями в просвет кишки. Как, например, вы видите в данном случае, да, у пациента на фоне, точнее, в просвете расширенных петель тонкой кишки определяется вот такой уровень гиперденсной жидкости, да, это как раз-таки кровь. И если говорить о поражениях печени, то здесь самым частым осложнением является инфекционное осложнение, это диссеминация, это кандидоимия, диссеминация грибов рода кандида, и излюбленным местом у них является печень и селезенка, с формированием вот таких многочисленных гиповаскулярных, хаотично расположенных очагов в печени и в селезенке. Такое довольно нередкое инфекционное осложнение. Ну, уважаемые слушатели, на этом я, наверное, закончу свой доклад, потому как объять необъятно невозможно, но я надеюсь, что своим сообщением я, как минимум, возбудила интерес к этой теме, и у вас появится желание залезть и почитать что-нибудь еще дополнительно в литературе. Благодарю за внимание.